Привет, друзья! Это Зверько и, как я и обещал, обзор Реворка Сана. Суню Куна, короля обезьян. Ему добавили не только стандартный скин для мобоигр, а видел я этого персонажа кучу раз, но и изменили навыки. Пассивка. Противник, рядом с которым находится Сан или двойник, получает уменьшение защиты на 10%. Стакается до трех раз. И вот почему наш максимум это два двойника, притом весьма вялых. Первый навык. Сан бросает свой волшебный посох. Все, в кого посох попадет, получают урон и замедление бега в 60% на 2 секунды. И если удалось попасть в монстра или героя, в конечной точке появляется слабенький двойник. Атаки двойника по-прежнему исцеляют Сана. Что любопытно, если двойник просто атакует, криты не проходят. Если на Сане есть криты и двойник атакуют с Саном вместе, вылетают и криты двойника. Передаются ли эффекты предметов, выяснить не удалось. На тестовом временно, я повторяю, временно удалили Сана из-за бага. Какого? Не знаю. Двойник ведет себя весьма пассивно. Бегает медленно и лишь если враг близко. Также работает недолго. Второй навык. Сан и двойник подпрыгивают к противнику с ударом. Прыгают недалеко, двойник от первого навыка вообще отказывается это делать. А от ульты все же как-то принимает участие. Урон весьма небольшой. Ульта. Сан призывает двойника, который неспешно следует за ним 12 секунд. И имеет в начале 60%, а на третьем левеле все 100% силы атаки хозяина. Но получает урона больше, чем оригинал. Чем меня в свое время зацепила МЛ? На разнообразные герои со своеобразным геймплеем и интересным набором скиллов. Что имеем тут мы? Боец без эскейпа. Где первый навык? Двойник. Второй прыжок. И третий. Опа! Опять двойник. Надеюсь, товарищи в Поднебесной соберутся с мыслями и переделают наконец-то Сана в достойного персонажа. На этом все. Подписывайтесь, делитесь и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok